Кто-то хочет помогать мне читать? Итак, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он благодатствовал нас в возлюбленном. Вы знаете, что для современного человека вот это вот послушал и ничего не понял. Почему? Текст немножко такой староватый, странноватый. Я попробую несколько слов перевести здесь. Избранный прежде создания мира. Что такое избранный прежде создания мира? Я сейчас вам скажу интересную вещь. Наверное, не все это слышали. Но в еврейской теологии есть семь понятий, которые, как написано в еврейских мидрашах, Господь явил из Себя, даже не создал, а как бы родил из Себя. Эти семь еще прежде сотворения мира. Назвать вам их? Если это кому-то как бы интересно. Он явил из Себя Тору. Я сейчас не буду пояснять что это. Или заповеди, закон. Это было явлено еще до того, как мир существовал. Как вся Вселенная была сотворена. Способность покаяться. Он предполагал, что мир сможет согрешить. И способность покаяться, это не просто наше вот желание. О, я сегодня себя почувствовал похуже, пойду попрошу прощения у Господа. Это какое-то его воздействие на нас. Влекущее нас к Творцу. И это было сотворено, явлено до сотворения мира. Эдемский сад. Есть места описания, которые легко подтверждают это. Написано про Люцифера. Кто-то помнит такую личность? Сатан. Он был ангелом света до того, как согрешил. Там написаны такие слова. И ты был, Дени Цезари, ходил посреди игристых огней рая. Ган Эдем. Это не только то, что было там, где Адам жил. Там где-то в небесном мире. Там, где Творец находится. На каких-то из небес, которые он сотворил. Находится Эдем. Божий Эдем. И таким же образом есть Гейном. Кто знает, что такое Гейном? Ад. Место наказания. То есть, я назвал четыре. Пятое. Трон славы. Откуда мы знаем про трон славы? Если кто-то читал пророка Иезекииля. Он говорит, я вижу сидящего на престоле. И края риз наполняют все вокруг. Престол. Это и есть тот самый трон славы. Бейт Амигдаш или храм. Вы знаете, что тот храм, который был построен сначала в Скине, в пустыне, а потом в Иерусалиме. Это не было просто построение, которое пришло в голову Моисею или Арону. Или Бесалилу. Бесалелю на иврите. Или в голову потом Давиду и Соломону. Но Господь очень четко сказал Моше, сделай все точно так, как я показал тебе на святой моей горе. Помните такие слова? То есть, он что-то видел и делал. Это вещи, которые были до сотворения мира. Они были, наверное, в каком-то другом измерении, но они существовали. Седьмая вещь. Это Машиах. Машиах. Это еврейская философия. Еврейская теология. Так вот, Новый Завет подтверждает эти слова про Мессию, говоря, Ибо Машиах закланы, кто продолжит за мной слова? Прежде сотворения мира. Так написано. Мессия был заклан за вас. Это слова, цитата из Нового Завета. Прежде сотворения мира. И вот здесь Павел добавляет, что вы в Мессии уже были избраны. Вы можете представить, все верующие люди. Сегодня верующие, кто был, жил в прошлых поколениях, наши потомки. Я верю, что Господь вот говорит здесь нам через Павла. Вы были избраны. Вы знаете, что если он нам говорит, вы были избраны, это как минимум накладывает на наши плечи ответственность. Если он тебя избрал, творец миров, и он посмотрел на тебя и сказал, ты мне принадлежишь, избраны. Это большое дело. Усыновить нас себе, стать детьми. Вот здесь одна из фраз в пятом стихе, предопределив усыновить нас себе через Ешуа Мессии. Сейчас вещь, которую, пожалуйста, услышьте. Еще в Танахе, то есть, когда Новый Завет не был записан, были слова «Сын мой Израиль». Как вы думаете, что значат эти слова? Бог называет народ Израиля «сын мой». Язычники в число этих сыновей не входили. Вот здесь Павел говорит, он, а кому он пишет это письмо? Язычникам в Ефесе. Он говорит, вас Бог предопределил усыновить. То есть, не сделать вас евреями, но привести под отцовское благоволение, чтобы вас Бог тоже называл своими детьми. И это было возможно только силою Машеха сделать. Это не могли просто так люди, вот я хочу быть евреем, хочу быть китайцем, или хочу быть малайцем. Написано «усыновить». Бог мог усыновить только через Ешуа. Слышите? Еще один момент. И мы уже говорили, что такое благодать. Благодать и подарок – это одинаковые вещи. Подарок часто люди дают другому, кого знают, кого уважают. Но Бог дает нам благодать. Да, но написано «возлюбил нас». То есть, дал ее не просто так, не просто вот как идет и вот посыпает на всех этой благодатью, но из-за того, что ты был избран, Он захотел тебя усыновить, дал тебе благодать. Я хочу еще раз после вот этих маленьких пояснений прочитать эти же три стиха, которые… Как тебя зовут? Вова прочитал. Он избрал нас в нем. Он избрал тебя в нем. Прежде затворения мира. Некоторые говорят, что миру 6-7 тысяч лет. Некоторые говорят, что 70-80 тысяч лет. Есть умники, которые говорят миллионы лет. Не важно сколько. Для Бога один день как тысяча лет и наоборот. Но Он избрал тебя. То есть, можешь поверить, что на каком-то листе там твое имя было записано. И у тебя есть ответственность перед Творцом. Он предопределил усыновить тебя. Даже если ты не иудей по национальности, через еще Мессию, ты можешь войти в число избранников Божьих. Вы знаете, кто знает слово празелит? Что значит празелит? Герб решетчим иудаизм. Тот, который набрал на себя какие-то обязанности и переходил в иудаизм. Это были в те времена. Кто слышал современное слово ноахид? Не слышали? Павел, не слышал никогда слово ноахид? Нет. Аня, слышала ноахид? Что это значит, ноахид? Еврейский путь, но они никогда не становятся евреями. Но где-то там... Вы знаете, эта фишка сейчас стала очень модна в русскоязычном мире. Это такая определенная тема, когда евреям дают, неевреям дают почувствовать мощь еврейской религии, но говорят, вы никогда не войдете, не приблизитесь к нам, вы всегда будете вторым классом. Меня удивляет, что массы людей начинают вступать в эти общества ноахидов. И они избегают то, о чем говорит послание к ефесянам. Он говорит, не надо вам быть никакими ноахидами. Я готов вас усыновить, вас сделать то же самое, как Исраэль. Вы будете моими адасов до конца. К сожалению. Итак, Он избрал нас в Нем прежде сотворения мира. Он предопределил усыновить нас через Ешуа Мессию. И Он дал этот нам дар. Он просто подарил нам свою благодать. Мы прошли шесть стихов. Как тебя зовут? Дима, прочитай, пожалуйста, 7, 8, 9, 10 стих. Первая глава, 7, 8, 9, 10 стих. Пожалуйста, смотрите в Библию, а то заснете. В котором мы имеем искупление крови и прощения грехов по богатству благодателю. Каковое Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и рыхлении. Открыть нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в устроении полноты времени. Дамы все небесное и земное соединить под главой Христов. Окей, хорошо, спасибо. Несколько пояснений. Искупление кровью или прощение. Это одно и то же. Как понять искупление кровью и прощения? Кто-то может пояснить? Ну, люди, здесь вы по 3, 5, 7 лет верующие. Что такое? Как? Так, Ешуа заплатил цену. Жертва была пролита, правильно? На самом деле, я вчера говорил на эту тему. Подобный акт Израилю был дан Господом. Каким образом? Помните, я рассказывал, как на барана возлагали руки. И исповедовали, потом резали этого барана. И его пролитая кровь как бы из меня снимала этот грех. Вы слышали про такие вещи? Для Израиля это было митсва. Что такое митсва? Кто знает, что такое митсва, заповедь? Заповедь, это штука, которую Господь предписывает нам в Писании соблюдать. Если он говорит, так делайте, а мы не делаем, то у нас с ним могут быть определенные проблемы. Ешуа говорит, кто меня любит, не говорите об этом постоянно, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А исполняйте вещи, заповеди, которые я повелел вам. Назовите мне несколько заповедей, которые нам нужно исполнять. 10 заповедей. Есть кроме этих 10 еще масса митсвот. Уставы мои соблюдайте и храните. Какие уставы? Вы знаете, все правильно говорите, но мало говорите. Потому что этих заповедей целые списки. Очень часто, и я встречаюсь в этой ситуации, вроде бы как бы мы уже зрелые люди. Да, мы верующие, мы знаем Писание. Вам предъявлены целый ряд заповедей. Подумайте для себя сами, а что я действительно перед ним должен делать? Может я чего-то делаю не так? Это как хочешь быть хорошим водителем, знай правила дорожного движения. Иначе у тебя будет целая куча штрафов. Тебя будут штрафовать без конца. К сожалению, очень многие даже не представляют, чего Господь требует от нас. В чем это заповедь, исполните ее? Есть немало. Я сейчас говорю вам, подумайте об этом. Для себя просто подумайте, задайтесь мыслью. Ладно, я уже верующий. Ну классно. Стать верующим, это сложнее, чем получить членство в Суперфарме. Там ты просто даешь свои данные, тебе дают визу, эту кредитную карточку, написано все, ты в Суперфарме. Здесь Бог на тебя накладывает определенные обязательства. Но это целый список. Хорошо, вы правильно говорите, я поддерживаю. Подумайте для себя, какие заповеди, в чем мы должны послушаться. Это слабинка многих верующих современных. Они не знают, чего же требует от них Писание и Господь. И поэтому по жизни могут двигаться легко, выставляя локти и рання других людей. Мы потом подойдем к ней, в пятой главе Ефесян. Но мы отвлеклись, порассуждали. Благодать, это что мы можем принять. Заповедь, это то, что мы должны сделать. Я сказал, буду давать какие-то пояснения по тексту, чтобы можно было потом прочитать еще раз, уже осознавая, что текст говорит. Когда ты читал, он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. В иудаизме существует такое понятие, как бина вехохма, премудрость и разумение. Вчера мы чуть-чуть начали говорить на эту тему, но я хочу вкратце повториться. Премудрость, это он дает нам способность принять какое-то божественное откровение. Мудрость или разумение, это он дает нам способность то, что мы приняли, научиться использовать в своей жизни. Я вам дам библейский пример, чтобы было понятно. Павел в свое время не верил в Ешуа, но на каком-то этапе он увидел это видение и стал верующим человеком. То есть, Бог просветил его каким-то откровением, но он находился в болезни несколько дней, не зная, что с этим откровением делать. Потом пришел человек по имени Анания и объяснил ему, дал ему разумение, что же сейчас тебе делать. Был такой военачальник Нейман. Он получил от Бога сверхъестественное исцеление через слово пророка Илиши. Но потом он получил разум, каким образом не только сохранить исцеление, которым Господь его исцелил, но остаться человеком веры. Он говорит, окей, я не знаю как для всех это, но для меня, он говорит, это будет важно. Он приказал набрать земли с Израиля. Он говорит, я вот насыплю там у себя в шатре эту землю, уже буду чувствовать, что я на святой земле стою и буду поклоняться там вашему Богу. То есть, откровение и потом способность совершить это. Я уверен, что здесь большинство в той или иной мере переживали различные откровения. Но очень часто мы никогда не знали, как быть с этим откровением, куда его воткнуть, каким образом осуществить это откровение для жизни. И есть люди, которые, прожив много лет в вере, говорят, я чувствую, что я чего-то не того делаю. Мне Господь как бы не говорит. Да нет, брат, Он тебе уже давно сказал и показал тебе. Но ты попроси у Него мудрости, чтобы воплотить это. Если мы можем двигаться таким путем, эффективность нашей жизни может быть значительно более высокая. Вы услышали меня? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!